В эфире телеканал Россия Вести Ульяновск. В студии Артём Петров. Здравствуйте. Главные темы на 14.30. Почему заблокировали транспортные карты? Специалисты Элтранса расскажут, что делать, чтобы проездные заработали снова. Жилой дом и автомобили повреждены после взрыва газа в Димитровграде. ЧП произошло сегодня ночью. Какие последствия? И в регионе уже началась подготовка к Крещенской ночи. Проруби оборудуют по всем требованиям безопасности, но есть и те, кого призывают не совершать обряд умоления. Но в начале в рейтинге социально-экономического развития Ульяновск упал на 12 строчек. Результаты за 11 месяцев минувшего года озвучил глава Центра стратегических исследований. Пятерка лидеров претерпела небольшие изменения. В число лучших вошли Чердоклинские, Новомалоклинские, Сурские, Меликеские и Ульяновские районы. Областной центр сместился на 17 место. Авторы исследований отметили, что пандемия оказала значительное влияние на многие блоки рейтинга. Не очень хорошие тенденции сразу в шести муниципальных образованиях по поступлению налогов по специальным налоговым режимам. При этом Новомалоклинский район показывает самый большой рост объема налоговых доходов бюджета – 258%. По темпам роста волового сбора зерновых и зернобобовых в 20 муниципалитетах наблюдается положительная динамика. А по росту рождаемости значительное улучшение по сравнению с прошлым годом отмечается в Старомайнском районе. Транспортные карты заблокированы. В начале года их обладатели столкнулись с тем, что проездной на все виды муниципального транспорта попросту не считывается системой. В электронных транспортных системах отмечают с проблемой знакомого, только возникла она не случайно и не стихийно. Работать перестали только те карты, у которых закончился срок действия. Составляет он, к слову, три года. Соответствующая информация опубликована на сайте компании. Деньги, которые лежат на картах с любым тарифом, они никуда не пропадают, они перезаписываются на новую карту, либо если продлевается срок действия, то они просто восстанавливаются. Волтранцы подчеркивают, если у вас истек срок действия транспортной карты, то вы можете продлить срок действия в Центре обслуживания по адресу улицы Федерации 140. Приобрести новую карту можно в отделении Хриц-Ульяновска. Для переноса остатка денежных средств со старой транспортной карты на новую также необходимо обратиться в Центр обслуживания. Взрыв газа в Димитровграде повредил жилой дом и три автомобиля. ЧП случилось около часа ночи в гараже, пристроенном к жилому дому. В МЧС сообщают, произошла утечка из газового оборудования автомобиля «Газель». В результате повреждена стена, кровля, гаража, окно и дверь жилого дома. Вместе с «Газелью» пострадали еще два легковых автомобиля поблизости. Возгорание ликвидировали 23 пожарных и 7 единиц техники в результате происшествия пострадавших. Температура воздуха в регионе опустилась до 47 градусов. На такой отметке сегодня застыл столбик термометра в большой кандале Старомаинского района. Морозы стали одной из тем заседаний областной комиссии по чрезвычайным ситуациям. Глава регионального правительства потребовал от руководителей муниципалитетов немедленно информировать в случае выхода из строя теплоисточников или сбоев с электроснабжением. Первые проблемы возникли в поселке Пятисотиной Чердоклинского района. «Провести работу по постоянному контролю за уровень температуры в жилых домах. Потому что школа, детский сад сейчас не работают. Но пять двухэтажек у нас с вами все равно на контроле. Поэтому температура падает очень быстро, температура теплоносителя падает очень быстро. Поэтому мы не должны допустить того, чтобы люди испытывали какие-то дополнительные неудобства». Большое внимание уделили предстоящему празднику, крещению и, соответственно, традиции купания в прорубях. Из-за все тех же низких температур толщина льда на водоемах опасений не вызывает, однако безопасности уделят большое внимание. Из-за пандемии морозов жители просят задуматься о необходимости совершать обряд и в случае малейших признаков заболевания воздержаться от купания. По традиции, места купания оборудуют по всем требованиям безопасности. Обязательно будут дежурить сотрудники МЧС и правоохранительных органов. Несанкционированным прорубям объявят бой. Толщина льда должна быть не менее 20 сантиметров. Необходимо приготовить полнью размером не менее 2 на 2,5 метра. И глубиной не более полутора метров. Оборудован двумя лестницами для схода в воду и выхода из воды. Лестницы должны быть оборудованы перилами, а также оборудованы полнью-бортами на всю глубину. Праздник православные отметят 19 января. Обычно в крещенскую ночь купается порядка 20 тысяч человек, однако в прошлом году из-за теплой погоды окунание в проруби проходило с ограниченными. От коронавируса только за сутки умерли 12 человек. Выявили 247 новых случаев заболевания. Продолжают действовать коронавирусные ограничения. Как ульяновцы их соблюдают, проверяют ежедневно. Эти кадры сняты в Засвияжском районе областного центра. Участники рейда посещают магазины, в которых проверяют наличие массы как у продавцов, так и на специальных стойках для покупателей. По словам представителей районных властей, большинство торговых точек соблюдают ограничительные меры, но проводить подобные проверки необходимо регулярно. В торговле, как никто, они всегда понимают, что они всегда на передовой позиции, покупатель всегда приходит. И если от чего-то может житель отказаться, не ходить в театр против торговли, он всегда нет. Поэтому торговлю взяла на себя обязанность не обслуживать покупателей без маски. И это очень дисциплинирует. Проверяют в магазинах не только маски у продавцов и покупателей, но и состояние здоровья работников торговых точек. Точнее, специальные журналы, в которых указываются данные термометрии. Документы необходимо ввести по требованию Роспотребнадзора. Журналы в магазинах есть, но к их введению возникают вопросы. По требованию Роспотребнадзора вы должны выполнять время. То есть это как входное у вас идет, замер температуры утром, перед началом работы, перед поспорихода, и указывается время прихода. Потому что у вас смена приходит кто-то в 8, вторая смена приходит, например, в 12. В пол-восьмом. Ну, в пол-восьмом. Значит, вот как пришли, они должны время указать. И вечером выходное. То есть перед закрытием вы должны замер сделать. По словам ревизоров, постоянные проверки дисциплинируют предприниматели, и замечаний практически не бывает. Но если таковые появляются, то в магазинах их устраняют быстро. Музыкальный марафон благодарности прозвучал со сцены Дворца культуры Руслан. Перед абсолютно пустым залом выступили молодые дарования региона. Творческий вечер для тех, кто, не щадя себя, спасает жизнь, организовали юные волонтеры культуры, артисты цирка, театра и кино. Концерт для всех тех, кто сейчас рискует своей жизнью защищать нашу планету, нашу Россию, наш родной город от невидимого врага коронавируса. Почувствовать, что преград и расстояний как будто не существует, тепло творческих сердец прямо в палаты и в приемные отделения передавали при помощи компьютерных технологий. Мы скучаем по паншлагам в театрах, и на спектаклях правда не хватает зрительской теплой энергии. Творческий вечер на крыльях любви – история о двух юных сердцах, которые, несмотря ни на что, верили в чудеса. Только пусто на земле, одной без тебя, а ты, ты летишь, и тебе дарят звезды свою нежность. К прямой трансляции концерта мог присоединиться также любой желающий в социальных сетях ДК «Аруслава». Новогодние праздники завершились, а елки традиционно перекочевали во двора многоквартирных домов. Главные атрибуты минувших праздников уже стали ненужными, и люди буквально втыкают деревья в сугробы, устанавливают на детских площадках или попросту складывают в кучи посреди двора. Все это создает помехи для остальных жителей дома. Один из региональных операторов уже второй год организует сбор и вывоз новогодних елей. Деревья будут убраны, пройдут процесс дробления и отправятся на биокомпостирование. Специалисты рекомендуют не выбрасывать елки в мусорные контейнеры, а оставлять рядом на площадке. Национальный чемпионат Обилимпикс завершен. Победители и призеры шестой олимпиады по профмастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья уже известны. В этом году ульяновская сборная улучшила свой результат в копилке наших земляков золото, два серебра и бронза, которую завоевала Диана Фадхуддинова. В компетенции медицинский и лабораторный анализ бывшая выпускница фармацевтического колледжа стала одним из лучших специалистов России. Чтобы подготовиться к Обилимпиксу, девушке пришлось повторять весь пройденный за время обучения материал. Я работаю в лаборатории, в одном отделении, например, в клинике. А в колледже мы проходили весь материал. Вот в Обилимпиксе были задания такие же, как в колледже. Пришлось запрятаться, повторять все, весь объем, который я проходила в колледже. Так как я закончила колледж уже шесть лет назад, мне пришлось предупреждать все, да, все вспоминать. Всего же в конкурсе приняли участие более двух тысяч человек со всей России. Школьники, студенты и отраслевые специалисты выявляли лучших по 77 компетенций. Для них это важно показать то, что они на уровне общества, они точно так же работают наравне со всеми здоровыми людьми. Обилимпикс – это не просто состязание, а реальная возможность заявить о себе, продемонстрировать свои навыки и умения. Такой конкурс не только повышает уверенность в себе, но и помогает участникам с трудоустройством. Ученикам школы в селе Крестово-Градище вручили новые комплекты хоккейной формы. Инвентарь из столицы привезла член Общественной палаты России Елена Истягина-Елисеева. Позади уже и первый, пока, правда, товарищеский матч в новой экипировке, но уже скоро молодые хоккеисты выйдут на лед против команды областного правительства. Коробки с новыми комплектами хоккейной формы доставлены в среднюю школу села Крестово-Городище. Местные ученики спортом настоящих мужчин увлекаются уже давно. Вот только экипировка уже износилась. Щитки, клюшки, майки и коньки школьникам в качестве новогоднего подарка привезла член Общественной палаты России Елена Истягина-Елисеева. В закупке инвентаря помог один из самых крупных спортивных магазинов страны. На этих ребят будут смотреть их одноклассники, захотят тоже заниматься, подтянутся. Эти ребята будут участвовать в соревнованиях. И вообще хоккейная команда Черноклинского района, Хрестово-Городич заживет по-новому. Лежать на складе и ждать подходящего момента экипировка не будет. Сразу после вручения формы первый товарищеский матч на местном катке. Ученики Крестово-Городичинской средней школы уже вышли на хоккейный лед в новой форме. Но подарки на этом не заканчиваются уже. В следующем году на этом месте появится новая хоккейная коробка. С инициативой установить новую площадку выступила Елена Истягина-Елисеева. В областном Минспорта идею поддержали. Вопрос уже решенный. Осталось только ее дождаться, грубо говоря, сезона. Потому что сейчас не было смысла ломать старую, потому что потеряли бы уже поле. А коробка, она готова, в принципе. И уже скоро местные хоккеисты выйдут на лед против команды правительства Ульяновской области. Чиновники подчеркивают, готовиться к этому матчу будут усиленно. Ведь молодые спортсмены жалеть соперника не станут. Артем Петров и Денис Миронов. Вести Ульяновска из Черноклинского района. В областном дворце книги новая выставка члена Союза художников России Ирины и Мерзляковой «Эксперименты в настроении». В экспозиции десятки работ, написанных и созданных в разное время творческого пути. Не найти здесь единой техники. На стенах живопись соседствует с батиком и даже работами по стеклу. Однако разные виды искусства объединены общим замыслом – настроением, которое автор стремится передать зрителю. Каждая работа в своем настроении, соответственно, и название такое выходит. И чтобы зритель, который пришел сюда, ушел с этой выставки, вначале, когда пришел на эту выставку, с приподнятым настроением, и ушел, чтобы какие-то мысли у него родились интересные после обзора этих работ. Познакомиться с работами можно в областном дворце книги. Экспозиция будет работать до 15 июня. Мисс Студенчества России 2020 Приволжского федерального округа живет в Ульяновске. Студентка технического университета Дарья Бессмертная выиграла конкурс красоты и получила высокий титул. Финал проходил в Саратове на базе Государственной юридической академии. Чтобы заполучить почетный титул, девушка прошла серьезный отбор. Позади красавица оставила 18 сильнейших. Хорошим трамплином для Дарьи стал опыт участия в подобных конкурсах. Еще в детстве она становилась юной мисс Ульяновска. А затем пришли взрослые победы. В прошлом году девушка вошла в топ-15 на международном конкурсе мисс земного шара. В этом завоевала корону мисс УЛГТУ. А еще стала первой вице-мисс Ульяновска. И вот новый успех. В финал проходила прямая трансляция в группе мисс и мистер студенчества России. У нас были выходы, визитка, интеллектуальный этап и сам финал в вечерних нарядах. Ты уже реально получаешь кайф от того, что ты находишься на сцене. Ты понимаешь, что ты сделал уже все и вот просто наслаждаешься тем, что ты ходишь по сцене. Финалиста конкурса красоты оценивала жюри. Его отобрали по системе Евровидения. Строгие арбитры проверяли эрудицию участников, а также их умение держаться на сцене. Еще одно испытание творческое. Дарья Бессмертная сразила жюри своим стихотворением. Она его написала по окончанию школы и посвятила своим родителям. Вообще забавная история. Когда у меня был последний звонок, я вышла на сцену, я написала сама стихотворение своим родителям, как знак благодарности. И я не то что расплакалась, я прямо разревелась на сцене. И когда пришло время готовить свой творческий номер, я подумала, почему бы не дать себе второй шанс и еще раз выразить вот эти слова благодарности. Папа, твоя дочка совсем большая. За спиной 11 лет. Как сидели на кухне ночами, разбирая неясный предмет. Дарья не только красавица, но и хороший лингвист. Она свободно говорит по-английски, изучает испанский и китайский. У нее есть разряд по волейболу. Кроме того, она участник волонтерского движения. Девушка вместе с товарищами часто носит еду в приюты для четвероногих друзей. В планах Дарьи штурм новых высот. Одна из них – это конкурс «Мисс Россия». Дмитрий Емельянов, Эдуард Истомин, Михаил Державин. Вести Ульяновск. Далекие и близкие события российской истории в притчевых народных картинках. В Властном художественном музее новая выставка «Сим нравы утешаются». В нескольких залах 80 произведений и 60 народных картинок известного московского художника Сергея Трубникова, а также 20 полотен в жанре лубок 19 века и собственных собраний музея. Такая коллаборация не случайна. Работа современного мастера сохраняет традиции русской народной картинки, а сама форма позволяет через притчевость показать быстротечность человеческой жизни. И вот сейчас народная картинка, я бы сказала, очень востребована, потому что она действительно, так как всегда народная картинка, в своих работах обличает, показывает, смеется. Там есть и сарказм, и мягкий юмор. Он показывает те стороны нашей жизни, от которых, может быть, и отказаться можно было бы. Познакомиться с сюжетами про современную жизнь и с рассказами о событиях былой истории можно до 25 января в Музее изобразительного искусства на Льва Толстого, 51. Ульяновский спортсмен стал победителем шестого чемпионата мира по пауэрлифтингам. Армен Байрамян занял первое место в соревнованиях по жиму штанги лежа весовой категории до 125 килограммов. Соперникам от 50 до 59 лет прошли состязания в Москве. Более двух тысяч спортсменов из 29 стран выявляли сильнейшего по пауэрлифтингу, силовому двоеборю, народному жиму, становой тяге, строгому подъему на бицепс и армлифтингу. В жиме лежа Армен Байрамян стал лучшим, взяв вес в 210 килограммов. 210 килограмм – это последний вес. Лучший мой результат – 232,5, но здесь хватило и этого веса. Отмечу, состязания проходили среди мужчин, женщин и людей с ограниченными возможностями здоровья разных весовых и возрастных категориях. Ну и наш выпуск на этом завершен. «Вести Ульяновск» следят за главными событиями в регионах. Оставайтесь с нами, увидимся. Сейчас в Ульяновске минус 29 градусов. Атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 70%. Ветер слабый, неустойчивый – 1 метр в секунду. Атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба. Атмосферное давление 762 миллиметра.